Всем привет! С вами я, Наталья Куткова. И сегодня у нас с вами на очереди период номер восемь, период Сатурн. Сатурн – это так же, как и Юпитер, социальная планета. Сатурн требует некие ограничения. Любит трудолюбие, любит ответственность, любит дипломатию и любит дисциплину. Если человек много трудится в этот период, то он может одарить нас подарками. Он делает все медленно. Это мудрец или старичок. Он всегда справедливо и правильно поступает к цели. Он видит, кто трудился в его период. И в том числе он помогает осуществлять подарки. В этот период, возможно, от Сатурна переезд. Ведь Сатурн – это тоже имеет отношение к строительству. И к эффективным, и деловым, практичным в течение года финансовое положение закрепить за вами. Также это хорошая возможность продвинуться по служебной лестнице. И улучшить таким образом свое собственное положение и репутацию. Вот обещания и обстоятельства обещают быть нелегкими, как в период Юпитера. Обещают быть более такими склонными. Нас потребуется где рассудительность, размышления и для занятия бизнеса. И, как правило, этот период, он более тяжелый, нежели чем у планеты Юпитер, где нет легких денег. И самое главное – это достичь с помощью своих результатов и с помощью накоплений. И мы с вами, когда изучали седьмой период, седьмой период нашего периода, да, это мы пожимали наши плоды. И вот восьмой период – что посеешь, то и пожнешь. Ключ к успеху и продвижению по служебной лестнице будет являться организация и реорганизация. Также сведение концов с концами или достижение намеченного не обойдется без сильного умственного напряжения. Это год бизнеса, год работы, год карьеры. И если действовать эффективно, более качественно, более надежно, перепоручать детали другим, работать с умом. Но он завершится, конечно, с улучшением социального и морального положения. Этот год, несмотря на Сатурн, да, этот год очень благоприятный. Если вы много трудитесь, вы почувствуете потом облегчение на этом пути. И, наконец-таки, все заработает. Ведь наложенные платежи и продвижение по службе вас нашли. Это ваша будет достойная награда. Но пути к чему-то новому и к новому этапу жизни. Ведь всего у нас с вами 9 циклов, 9 этапов. А это восьмой этап. Он более энергичный, более эффективный, более заставляющий нас не думать, и рассуждать, и планировать, и действовать. И более надо относиться в этот период к работе с очень хорошей отдачей, самоотдачей себя. Работа и трудоголизм выступают тут на первом месте. Также избегайте в этот период сентиментальности, бурных эмоций. Будьте более практичными, более эффективными и не усердствуйте сильно. Иначе таким образом можно переборщить с этой энергией и подорвать, к сожалению, собственное здоровье. Не будьте излишне доминирующей даже в любви. В течение этого периода вам надо научиться трезво смотреть на ситуацию, на свою деятельность, на решительное, на спокойное. И старайтесь улучшить свое собственное, в принципе, положение, что у вас есть. Если будете сотрудничать и помогать другим, то влиятельные лица, возможно, признают вас наиболее эффективным и будут, в принципе, помогать вам. А ваша сила, очевидная и мощная, имственные и творческие способности, интуиция с вами будет на высоте. Если вы смогли усилить свою интуицию, конечно, в предыдущем периоде, в периоде номер семь, период кету, да? Так как мы знаем, теневые планеты в периодах кету и раха дают нам обогащение интуиции, обогащение яснознания, да? Да, и вы не должны подаваться в этом году некому страху, либо сомнениями. Просто будьте осторожны, бдительны, и тогда в вашем случае для вас этот год будет более удачным. Сатурн, он любит служение, он любит помощь, он любит заботу, он любит помощь пожилым людям, помощь старшему поколению, помощь родителям. Здесь важно в этот период научиться не только брать, но и отдавать, отдавать через открытое сердце. Например, увидели, что человек нуждается в помощи, подошли и помогли этому человеку. Увидели, что родителям нуждается помощь, подошли, помогли и сделали это. Увидели, что человеку нужна помощь с знаниями, а они у вас есть. Делитесь этими знаниями. Так что на восьмом периоде нужно отдавать, служить, умение прощать. И важно следить за здоровьем, чтобы не переборщить с этой энергетикой. Следить также за своим питанием, делать чистку организма, делать физические упражнения. И благоприятно будет заниматься любой благотворительностью, включая социальную работу. Она, как никто другой, поддерживает и помогает другим людям заботиться о тех, кто в ней нуждается. Итак, восьмой период – период Сатурна. С вами была я, Наталья Кудкова. Пока-пока.